друзья всем привет жилой комплекс бригантина закончили этап инженерного ремонта это уже третий проект данном жилом комплексе в этом видео расскажу про дизайн-проект а также про все этапы инженерного ремонта начинаем мы с подготовки что сюда входит это упаковка стеклопакетов в пленку и мы используем специальный скотч который не высыхает и который потом не оставляет следов на стеклопакете нашего заказчика делаем временное освещение укрываем места общего пользования при помощи пеноплекса арголит для того чтобы в процессе ремонта не повредить те места общего пользования которые находятся в общем коридоре после подготовки сразу приступаем к возведению перегородок стены мы строим из газобетонного блока толщиной 100 миллиметров вот вы можете видеть разрез стены обязательно армируем при помощи базальтовой сетки кто-то армирует при помощи арматуры кто-то при помощи стальной сетки да так делали в 16 веке поэтому если есть желание вернуться в прошлое то можно использовать арматуру пруток и так далее для перемычек используем уголок 45 на 45 миллиметров обязательно заворачиваем полку вовнутрь то сделаем пропил в блоке и две полки от уголка заворачиваем сам блок это все делается для того чтобы повысить адгезию вот с этой плоскости и соответственно с противоположной и еще не забываем в этом месте усиливать плоскость при помощи базальтовой сетки для того чтобы избежать появления диагональных трещин не доводим вашу кладку до потолка 2-3 сантиметра заполняем этот демпферный шов при помощи монтажной пены все эти мероприятия позволяют избежать появления трещин на ваших перегородках когда мы возводим перегородки мы сразу стараемся задать параллели и углы 90 градусов на этапе возведения стен вот у нас коридор и мы делаем так что вот эта стена параллельно этой на этапе возведения стен то есть мы выкладываем первый ряд блоков и делаем так чтобы эта плоскость была параллельно этой для чего это делается когда будете укладывать чистовой пол и у вас допустим на полу будет инженерная доска либо керамогранит в продольной укладке то есть риск что у вас слева или справа будут подрезки и они сразу будут бросаться в глаза и об этом вы узнаете только уже когда будете укладывать плитку а еще хуже когда плиточник ее уложит и вы придете и будете легком шоке поэтому на этапе инженерного ремонта сразу думайте о этих мелочах которые потом вас будут смущать и очень сильно расстраивать также еще покажу один участок стен вот у нас есть перегородка которую мы возводили также из блока и здесь сразу задаем угол 90 градусов здесь у нас будет стоять кухонный гарнитур если перегородками не получается сделать угол 90 градусов и параллели не отчаивайтесь на этапе механизированной штукатурки вы доведете дело до конца как только закончили перегородки сразу приступаем механизированной штукатурки на всех наших объектах мы штукатурим при помощи механизации почему мы это делаем во первых это быстро во вторых смесь замешивает машина а не человек то есть вот второй пункт для меня весьма принципиален тут мастер больше добавил воды тут меньше тут нормально и как себя должна вести смесь непонятно а когда у вас работает станция смесь везде однородная и тактика технические характеристики на всей площади оштукатуривания она одинаковая можно спать спокойно и радоваться происходящему на этапе механизированной штукатурки финализируем углы 90 градусов а также параллели то есть мы сейчас находимся в кухонной зоне и здесь у нас угол 90 градусов здесь 90 и здесь тоже 90 градусов потому что будет угловой кухонный гарнитур и здесь стены должны быть выведены в идеалочку вы закончили штукатурку штукатурка влажная и сейчас скажем так за окном немножко прохладно и штукатурка будет сохнуть дольше чем обычно для этого мы используем на своих объектах осушители которые забирают влагу из окружающей среды не путайте с тепловыми пушками их нельзя использовать для того чтобы штукатурка быстрее высохла правильно использовать осушители которые просто забирают влагу из воздуха и не подогревают помещение процесс высыхания штукатурки занимает 5-14 дней в зависимости от толщины слоя в это время штукатурка набирает прочность отдает лишнюю влагу и этот процесс внутри компании мы называем отдых штукатурки и вот как только штукатурка ваша отдохнула полностью высохла мы сразу приступаем к инженерным коммуникациям и начинаем мы с черновой сантехники здесь полностью была заменена система отопления и смонтирована заново система водоснабжения и канализации вот посмотрите водомерный узел и из чего он состоит я сейчас расскажу начинаем с водных кранов это производителя винтроп система защиты от протечек производителя нептун далее у нас идет редуктор давления фильтр тонкой очистки от производителя фар магистральные фильтра слева и справа проточный водонагреватель здесь на система управления защитой от протечек спускаемся ниже и здесь у нас коллектор на горячую и холодную воду компенсатор гидроудара не дай бог если произойдет какая-то критическая ситуация в систему водоснабжения они вам очень сильно помогут и здесь же мы смонтировали систему отопления это у нас коллектор на подачу это на обратку скомпоновали отопление водоснабжения в одном месте для того чтобы все инженерные коммуникации связанные с водой были в одном месте к ним был свободный доступ и не надо было бегать по квартире и думать где у нас что находится также здесь смонтировали систему инсталляцию производителя т.с. на каркасе от аналогичного производителя очень классная штука правда немножко дорогая очень много в комментариях пишут а зачем менять систему отопления застройщик все сделал все хорошо есть гарантия не надо тратить деньги проблема в том что если вы откроете акт балансового разграничения в квартире своей и увидите что зона ответственности собственника начинается с порога вашей квартиры и если система отопления застройщика потечет ответственность лежит на собственнике квартиры поэтому мы рекомендуем заменить систему отопления и сразу убить двух зайцев по классике у нас подводка идет из стяжки прям снизу вверх это некрасиво и неудобно при уборке квартиры когда вы меняете систему отопления ставим мультифлексы г-образные трубки и подвод систем отопления к отопительному прибору нас происходит из стены смотрится намного намного круче поэтому здесь вопрос и безопасности когда вы меняете систему отопления застройщика и еще эстетический момент после монтажа черновой сантехники приступаем к устройству полусухой стяжки полусухая стяжка делается за один день укрывается пленкой и потом в течение 5-6 дней вы поднимаете пленку и проливаете водой зачем это нужно никто так не делает первый раз слышу да можно и не делать но правильно если мы говорим про физические свойства цементно содержащих растворов они должны напитываться водой в процессе твердения в процессе набора прочности то что будет сметно содержащий раствор когда в него попадает вода идет набор прочности он выделяет большое количество тепла влага испаряется и нам нужно подпитать водой цементную смесь для того чтобы набрать марочную прочность раствор поэтому к через день вы приходите поднимаете пленку проливаете площадь обильно водой и накрываете пленкой обратно пленка естественно служит для того чтобы влага не испарялась быстро и ваша стяжка спокойно без каких-либо колебаний набирала марочную прочность при устройстве полусухой стяжки не забываем делать демпферную ленту по периметру если у вас есть слой шума нет квартире который вы сделали до устройства полусухой стяжки выводите его выше уровня стяжки на 10-15 сантиметров и потом когда стяжка будет готова вместе с демпферной лентой подрезаете по всему периметру а уже ближе к финалу ремонта когда будете ставить плентуса этот шов заполняете при помощи виброизоляционного герметика очень важно на этапе устройства полусухой стяжки сделать разный уровень высот здесь у нас будет керамогранит здесь у нас будет примеру инженерная доска и нам важно чтобы эти две плоскости два разных материала были по факту в одном уровне когда у вас будет ремонт готов у вас должен быть ровный переход с керамогранита на инженерную доску поэтому в проекте смотрите какая толщина вашего чистового покрытия и задаете высоту для полусухой стяжки если вы сделаете сразу в один уровень потом можно купить наливной пол потратить на него кучу денег заплатить мастеру деньги за то чтобы он этот наливной пол сделал поэтому для того чтобы не тратить кучу денег на материалы работу сделайте полусухую стяжку заранее на разных высотах исходя из толщины ваших чистовых покрытий и вот вы закончили устройство полусухой стяжки и сразу приступаем к монтажу черновой электрики по полусухой стяжки можно ходить уже на следующий день и можно продолжать работать электрику мы делаем по потолку в серый пвх гофри я используем клипсы дкс и гофро аналогичного производителя кабель у нас идет в вг нг лс гостовский от производителя concord для себя мы вывели этого производителя и пользуемся его продукции собрали два электрических щита на 220 вольт и снизу у нас слаботочный щит где у нас будет установлен роутер в комментариях нам часто пишут о том что электрику нужно делать по полу и только по полу потому что потолку это огромный перерасход кабельной продукции и вообще это не нужно но слово не нужно и огромный перерасход для меня эти слова немножко непонятная люблю говорить на цифрах и проблема в том что это пишут профессиональные электрики которые не знают что такое система отопления что такое система водоснабжения им важно сделать свою работу получить деньги и пойти на следующий объект у нас же другая ситуация мы получаем деньги за готовый результат в который включаются и работы по электрике по сантехнике по возведению перегородок малярки укладки плитки и так далее мы несем ответственность за весь комплекс работ и электрики которые говорят о том что нужно делать электрику по полу зачастую не знают о существовании большого количества коммуникаций под стяжки и о том что для их гофры просто иногда нет места потому что застройщик заложил маленькую толщину стяжки после того как черновой электромонтаж закончен монтируем самые дешевые розетки и выключатели и при помощи них включаем и выключаем свет по всей квартире проверяем как работает электрическая цепь приглашаем наших клиентов на объект для того чтобы они посмотрели организацию освещения на их объекте смогли внести какие-то корректировки потому что на этом этапе это можно сделать быстро и бесплатно потом это уже намного дольше и естественно дороже вот такой инженерный ремонт у нас получился все ваши вопросы пишите пожалуйста комментариях либо по номеру от сап который оставлю в описании к данному видео спасибо что досмотрели этот ролик до конца всем пока